В первые дни войны социальная защита сделала начисление всех пособий выплат, при этом для того, чтобы обеспечить наших людей дальнейшим выплаты. И дальше уже с 25 числа начался первый этап эвакуации. Было поручение штаба подготовить полностью продукты питания, для того, чтобы обеспечить именно эвакуированных. Также подготовить непосредственно те локации, где мы принимаем эвакуированных. Сначала это первым этапом был Левый берег, это коммунальные наши заклады, это школы, это также городской Левобережный дворец культуры, там, где мы принимали людей и обеспечивали их питанием. Дальше и территориальный центр Левобережного района. Питание обеспечивалось коммунальным предприятием питания, также готовили школы, доставляли это питание. Но так как ситуация дальше ухудшалась, то уже начиная с 27-28 числа эвакуировать пришлось начинать и Левый берег в том числе, то есть жителей Левого берега, жителей Сартаны. И было принято решение штабом для того, чтобы размещение уже было в центре города, так как на тот момент центр еще не обстреливался с такой частотой. Было поручение штаба подготовить полностью продукты питания для того, чтобы обеспечить именно эвакуированных, а также подготовить непосредственно те локации, где мы принимаем эвакуированных. Сначала это первым этапом был Левый берег, это коммунальные наши заклады, это школы, это также городской Левобережный дворец культуры, там, где мы принимали людей и обеспечивали их питанием. Дальше и территориальный центр Левобережного района, питание обеспечивалось коммунальным предприятием питания, также готовили школы, доставляли это питание. Но так как ситуация дальше ухудшалась, то уже начиная с 27-28 числа эвакуировать пришлось начинать и Левый берег в том числе, то есть жители Левого берега, жители Сартаны, и было принято решение штабом для того, чтобы размещение уже было в центре города, так как на тот момент центр еще не обстреливался с такой чистотой. Поэтому были рассмотрены также локации и ПГТУ, и филармонии, и локации наших общежитий по строителям 52, 54, 56, также Казанцево-20. В общей сложности на 2 марта было эвакуировано более 20 тысяч человек. Это те жители нашего Левобережного района, и также жители Сартаны, Толоковки, таких сел, как Лебедино. Также принимали и терцентр центрального района эвакуированных, МТМО принимало эвакуированных, неврологическое отделение, там, где были дети до года. То есть максимально все коммунальные учреждения города работали в режиме приема эвакуированных. Питание обеспечивали, само питание, как я уже сказала, это коммунальные предприятия, также школы помогали, но, к сожалению, после того, когда обстреляли и полностью лишили света город, выполнять данную функцию было уже невозможно. Поэтому, получая дизель, дизельное топливо, еще работали генераторы и как-то с этим справлялись, но, к сожалению, топливо также заканчивалось. Поэтому было принято решение максимально обеспечить именно продуктами, и уже начали сам развоз продуктов, это и крупы, и масло, и тушенка, по локациям размещения эвакуированных. В таких локациях у нас было более 17 локаций, именно там, где были эвакуированы люди. Также была обеспечена медицинская помощь, то есть коммунальные предприятия, наши врачи, наши медработники выезжали на данные локации для того, чтобы предоставить медицинскую помощь. Также эвакуированных обеспечивали памперсами, и коммунальное предприятие «Водоканала» ежедневно делало развозку воды. К сожалению, начиная со 2 и 3 марта ситуация становилась хуже в связи с обстрелами уже и в центральном районе города. С 6-7 марта на территорию Левого берега нас уже не пропускали военные, то есть развозку воды и продуктов муниципалитет делал с военными вместе, это то, что касается Левого берега. Центральный район, Приморский и Кальнеуский район, водоканал делал развозку воды, в том числе социальной воды для людей ежедневно, в тот момент, когда это было сделать возможно, потому как, то есть работали так. Сейчас едем, идут обстрелы, остановились, переждали, спрятались, потом едем снова. Очень много разбили машины, то есть каждый день водоканал терял машины, и с каждым днем было тяжелее развозить воду. Вода набиралась в машины для развозки, и все это, естественно, было под сильнейшими обстрелами. Продукты также развозили, к сожалению, некоторые машины были разбиты при развозке, вместе с продуктами сгорели. Также коммуницировали продукты на складах для того, чтобы была возможность обеспечить непосредственно наших людей продуктами. К сожалению, также по наводке, как и наш транспорт, также и уничтожали склады с продуктами. То есть там, где были продукты, там, где были детские смеси, там, где были памперсы. Непосредственно я уехала с коммунальника, и через 10 минут в коммунальник попала. Мы успели забрать памперсы для детей. К сожалению, точечно бомбили те продуктовые склады, которые муниципалитет подготовил для наших людей. И дальше уже, начиная с 5-6 числа, это были постоянные обстрелы, когда ты выезжаешь, и доехать ты, и привезти, довезти продукты ты не можешь. 9-го числа это у нас прилетело, непосредственно авианалет был, и этот авианалет был как раз над роддомом, там, где были не только наши эвакуированные семьи с детьми, но также там были роженицы, там были груднички. Также там были эвакуированы, на территории больничного городка находится территориальный центр центрального района, у нас было 60 человек эвакуированных. То есть непосредственно авианалетом бомбили там, где были люди, и где были маленькие грудные дети, которые только родились. Поэтому с каждым днем становилось все тяжелее. Те гуманитарные коридоры, которые ждали, объявляли, и люди очень сильно ждали их возле драмтеатра, к сожалению, на свой страх и риск даже у нас уезжали люди, но их не выпускали. То есть они возвращались обратно, потому что их, к сожалению, не выпускали, дальше не пропускали под дулами автоматов, и им приходилось возвращаться обратно в город. И с каждым днем ситуация становилась намного тяжелее, потому как уже в Кальмиловский район было тяжело проехать и довезти продукты. Это у нас водолечебницы были, эвакуированные люди. Также было очень тяжело провезти продукты в Приморский район, но с этим справлялись максимально все, потому что работали плечо-плечо. Это и водоканалы, и все абсолютно службы, и транспортные службы, все абсолютно службы муниципалитета, которые работали в городе. Каждый выполнял свою задачу, и кто чем мог, подставлял плечо, для того, чтобы обеспечить непосредственно самое главное, это питьевая вода и продукты. Вот так мы работали. У нас была такая ситуация, когда люди, просто доведенные уже до отчаяния, собрались, повесили таблички «Дети», белые платки, и сказали, что они поедут все-таки, попытаются выехать из города. Выезжая из города под обстрелами, то есть они проехали украинский блокпост, дальше, ну, они говорят о том, что дальше следующий блокпост, который стоял, им просто предупредили, что если вы будете ехать дальше, то есть будет открыт огонь на поражение. Они, первая машина рискнула начать движение, стрельба просто была в воздух, они развернулись, и эти четыре машины развернулись, приехали обратно. В дальнейшем они уже были не в территориальном центре, они перешли в другую локацию, потому как были еще локации там, где размещались эвакуированные, они остались там. Но на тот момент они с города не выехали. Это было 4 марта, и они вернулись обратно в город. Спасибо. На что хотел бы акцентировать внимание, чей этот был блокпост, на котором не выпускали. Это важная информация, и мы должны все однозначно понимать, что следующий блокпост за украинским блокпостом, это был блокпост Российской Федерации. И вот подъезжая до этого блокпоста, соответственно, на вопрос, почему вы нас не выпускаете, жители города Мариуполя, те отчаянные, которые выскакивали без режима тишины, получали очень четкий ответ. У нас нет команды, никого, слово такое важное, выпускать из города Мариуполя. Вот вся циничная ситуация, страшная ситуация, страшная правда, почему невозможно было эвакуации, потому что расстреливали локации, расстреливали автобусы и, соответственно, в то же время не выпускали никого из города. Цель была создать гуманитарную проблему, гуманитарную катастрофу, которую методично, по методичке создавали российские войска с главным преступником Владимиром Путиным. Это их была задача создать четко то, что они создавали. Очень важно, чтобы так же еще все понимали. Точно так же, как мы организовали, это нетипичный склад был с едой, нетипичный склад был с медикаментами, нетипичный склад был с памперсами, с детским питанием и так далее. Это был склад, созданный муниципалитетом на базе коммунального предприятия, которое отвечало за сбор мусора до начала войны. И, соответственно, на территории этого предприятия, в одном из ангаров, был создан этот склад. Но кто-то так же цинично навел вражескую артиллерию и был уничтожен этот склад. И за 10 минут, как Ирина Александровна забрала очередной необходимый объем для жизнедеятельности одного из территориальных центров, в этот склад прилетел вражеский снаряд, который уничтожил этот склад. И, соответственно, сотрудники предприятия, которые в этот момент там находились, к сожалению, погибли. И это тоже важно понимать, что те люди, которые сегодня себе провозгласили муниципальной властью, предложили так званым ДНР, это еще раз подчеркиваю, фракция ОПЗЖ, и в лице уже конкретных фамилий, не буду их перечислять, они четко понимали, что мы делаем, потому что они знали, где и как и как взаимодействует городская власть. Это очень важно, чтобы мы все одинаково понимали. То есть, вывод один, никого с города не выпускали, эвакуацию, при даже том объявлении, той договоренности, которая была на верхнем уровне между центральной властью нашей страны Украины и РФ, то есть, они обещали о том, что начинаем движение, начинаем эвакуацию, при том, с города никого не выпускали, режима тишины не было, и в этот момент еще расстреливали наши автобусы. Вот такая циничная правда. Спасибо.